так наша восьмидесятка купили мы его без документов сейчас этот попробую снять видео про него вернее не про него про документы вопрос такой как оформить технику сельхозтехнику которая досталась без документов то есть там утеряно списаны вся вся подобная такая лабуда значит он нам достался полностью без документов купили его привезли документов нет теперь так по первому нашему антезухи мы проходим техосмотр и разговариваем с гостехнадзором что да как каков порядок действий насколько я понял значит кто проходил это знает опишите то есть в комментариях как и чего сделать значит по совету гостехнадзора значит нам надо проверить первое это значит номера значит на лонжероне у нас номер двигатели смотрим на двигатели у нас не было пришлось искать двигатель вернее не двигателем она эти помогают мне снимать видео но так и на мосту значит вот здесь вот табличка на ней номер моста и на крышки но крышки у нас вообще не было сделали самостоятельно крышку не крышку но сами понимаете что значит проверили наличие обязательно то есть все что есть если он вам достался вообще без каких ли ты бы документов то есть никак не выяснить откуда он чего и как и где он это был в чем мы делаем значит мы идем в местную администрацию в ну во первых переписываем все номера всего трактора название когда он выпущен то есть по шильдам смотрим где чего как идем в администрацию и берем справку о том что дальняя техника у вас была приобретена фиг знает когда и вы ей там в течение пяти десяти лет пор пользуетесь итак естественно я думаю ни у кого не будет проблем если у вас этот трактор давно в пользование взять эту справку в администрации в сельском совете взяли эту справку у нас есть дальше теперь нам надо узнать никто ли наш разыскают ли наш трактор кто-нибудь то есть не числится ли он в розыск вот с этим эта проблема то есть надо ехать в местной рвд районной и как-то пытаться через участковая либо гибдд не знаю как еще я не был кто проходил пускай и опишет в комментариях что там как там напарник мой попытался посылали его далеко в областную в областной гибдд с районного с районом и дело не знаю в общем не знаю какая чехарда была я честно говоря не пробовал и жду вашего совета то есть что там как как нам получить вот эту справку о том что наш трактор не числится в розыск дальше ладно опустим это мы получили эту справку все то есть у нас с администрации на розыск теперь нам надо технический осмотр пройти то есть гостехнадзор нам должен его произвести осмотр для постановки на учет значит вот эти три бум две бумажки и ну как-то гостехнадзор надо но у меня с этим проблем нет приедет осмотрит все дальше берем платим госпошлину за постановку за птс идем сдаем всем документы насколько я помню понял гостехнадзор то есть инспектора гостехнадзор сейчас все это к этому все к всему к этим документам относится лояльно и ставят технику без вопросов то есть собираешь минимальный пакет и без вопросов ставят его на учет потому как большая часть тракторов я говорю про нашу местность в деревнях она просто не стоит на учете естественно нашему государству требуется финансы пополнение казны и стали сейчас гостехнадзор лояльно к этому относиться и ставит всю технику без вопросов на учет все значит спасибо за просмотр там ставим подписываемся терры пыры все как положено на ю тубе но я это не проходил это мне предстоит все пройти это я снимаю сейчас вводную часть как бы перед тем как его поставить на учет в дальнейшем там через месяца два сниму вторую часть и скажу как эта вся процедура отразилась на моей спине понятно у кого это были такие уже моменты кто это все прошел прошу значит в комментариях все подробно описать где я ошибся что я неправильно сказал ну в общем то и все жду ваши комментарии все как спасибо